так ребятки всем привет с вами ян пучков долго у меня не было роликов про седла изготавливалось две партии это очень большой объем работы если посмотреть это наверное по два седла то есть каждые два дня по сидушке делали вот кто-то уже ждет давно кто-то ждет недавно кому-то быстрее сделали чем хотели то есть в любом случае сидушки сделаны сейчас я вам буду все это показывать есть кое-какие изменения есть новинки которые думаю обрадуют наших клиентов вот у нас на улице мороз холодно но я вот вам в теплом гараже все настроил расскажу покажу давайте перейдем сразу к сидушечка от avenger а вот это вот у нас седло вы все прекрасно знаете это классика из самого дорогого материала этот материал мне очень сильно нравится потому что работать с ним приятно он износостойкий он выдерживает все в абсолютно все выдерживает но если только его его специально резать ножом не будете скорее всего эта сидушка у вас не скорее всего точно она у вас на весь срок службы вашего мотоцикла пожизненная гарантия скорее всего потому что сейчас делают настолько современные материалы что они служат верой и правдой это классическое седло на avenger с белой прострочкой клиент захотел кавасаки вышивку здесь моя бирочка ну вот этого сейчас никуда не деться ну по желанию если клиент не хочет эту бирочку либо можно срезать ножичком да он сам это может сделать либо мы можем просто этого не вшивать но сейчас уже как говорится обязывает потому что и подделки всякие появляются и присваивают себе ловил я как говорится в одной стране товарищей которые прямо мои фотографии шлепают вот эти вот все берут за основу и говорят что сделают вот такие вот седла то есть то что они производят уже занимаются люди плагиатом но хочу напомнить что эта форма седла на avenger она имеет патент на полезную модель есть это у нас группе вконтакте владелец патента организация государственная то есть в любом случае если такие седла серийные массовые или кто-то где-то начнет производить возникнут вопросы если у этой организации или у меня возникнут вопросы то разбираться будете с патентным отделом этой государственной организации это относится вот к седлу avenger of дальше здесь у нас в этой серии в этой партии немножко решили сделать помягче диванчик сзади вот таким вот образом очень приятный то есть пассажирки ваши здесь будет комфортно очень комфортно какие-то сидушечки мы раньше делали более элегантная у них сидушка была такая более штатный приближенно но все равно заднее место у пассажира мы сейчас делаем мягче делаем мягче в любом случае не оставляем его заводским только уж если клиент попросит чтобы ему оставили прямо вот это вот тверденькое маленькое местечко ну можно в принципе сделать тоже такой вариант есть есть у нас еще сидушечки радость джимми без спинки она имеет посадочное место удобное только в нем спинки нету вот и там мы не трогаем заднее место это промежуточная такая средняя по цене серия это я вам показываю самый топ вот это седло самое лучшее которое на сегодняшний день мы можем произвести самое лучшее серийное наше седло вот она удобная водителю она удобная пассажиру те кто не верит что на avenger седушка неудобная хочет это проверить обычно люди проверяют сезон ездят мучаются и на следующий сезон мне пишут что хотят переделать седло так или иначе вот есть версия из материала подешевле так вот на внешний вид в принципе его и не узнаешь что это подешевле материал но это грубо говоря на микрофибре идет эко кожа это у нас идет на простой на текстиль и на тряпочки подложка идет более слабенько ну то есть это материал он тоже качественный он тоже один из самых лучших из этого делают седла и на катера и на яхты и на джипы и для под открытым небом чтобы использовалось все это выдерживает вот это материал тоже очень износостойкий но по сравнению вот с этим материалом это материал несколько раз прочнее то есть если вы его шоркните ногой там будете над ним как-то тереть его постоянно вот то есть после пробега в пару десятков тысяч километров до через 20-30 тысяч у вас седло оно в принципе таким же и останется вну может быть немножко она за отполируется и будет чуть-чуть блестеть вот как это как более синтетическое вот это материал подешевле он стоит дешевле чем самый топ то есть можно заказать примерно то же самое удобное седло но из подешевле материала так это у нас седло идут это седло идет без канта здесь у нас человек не особо высокого роста то есть некоторые клиенты не любят когда идет кантик вот здесь вот кантик видите да вот этот кантик этот кант нужен для того чтобы седло лучше держала форму лучше держала форму вот эти вот подушки именно разгрузочные подушки они за счет канта лучше держит форму но в любом случае даже если вы закажете без канта седло будет удобно есть такая проблема у низких людей когда они садятся сюда им вот немножко этот кантик упирается когда нога стоит на земле то есть вот здесь вот немножко кантик упирается вот но когда ты сидишь у тебя мышцы у ноги поддерживает лучший кант вот ну и такую определенную внешнюю составляющую конечно в себе несет этот элемент но и седло без канта тоже достаточно красиво смотрится то есть тут уже по желанию как вы свое седло представляете с кантом или без канта вот пожалуйста такая вот версия еще более облегченная здесь идет у нас двойная строчка белая ну вот сейчас мы еще вот экспериментируем с одной строчкой чтобы не такой толстый шов здесь был вот тоже седло классическое из мы из среднего по дороговизне материала у него тоже очень удобное заднее место и центральное место удобно вот но она имеет средний по стоимости материал давайте я вам покажу сейчас еще новиночку новиночку хочу показать вам новиночку сейчас я уберу вот сюда положу эти красивые сидушечки кавасаки я человек как говорится избалованный комфортом люблю комфорт поэтому седло для вас для клиентов делаю как себе я люблю делать комфортные вещи люблю радовать людей чтобы вы когда будете ездить на мотоцикле ощущали ту заботу и комфорт я спрашиваю человека рост вес спрашиваем манеру езды сколько он будет ездить и так далее то есть максимум информации пытаюсь собрать представить как человек будет использовать этот мотоцикл как он будет сидеть я уже знаю и представляю где у человека будут находиться ноги где у него будет тереть где у него будет прижимать какое седло ему надо сделать и стараюсь с нашими мастерами сделать так чтобы седло это именно анатомически подошло хочу показать вам вот такую вот сидушечку это у нас прошлое шкурочка от него клиент попросил оставить но видите материал то здесь он самый 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 простой это просто клеенка вот как мы привыкли ну не знаю самое дешевое что вообще существует это с китайского мотоцикла регул мото по моему леопард что ли что-то такое какой-то регул мото а нет простите регул мото олен монстр олен монстр да мотоцикл как говорится клиенту нравится но у него седло бы имело другую форму более не неправильную то есть мало того что она у китайского мотоцикла было наклонено вперед мы меняли ему геометрию потому что пассажирка у него скатывалась у него тут было был не правильный взъем она была достаточно очень тонкая жесткая мы клиенту сделали разгрузочные подушки добавили добавили спинку он невысокого роста ему как раз вот это местечко здесь уже бак он сидит прямо у бака то есть вот эта спиночка с разгрузочными подушками снимет у него лишние вибрации мы сделали материал самый топовый это место мы немножко сделали вот такой взъем чтобы пассажирка не скатывалась на него и и за счет рифленности и за счет текстуры материала и за счет вот этого взъема пассажирка скатываться у него не будет мы сделали более правильный наклон то есть это должно как-то вот прямо быть а раньше она была вот так наклонена седло не подходило человеку он захотел это переделать это вот такая работа она то есть здесь надо учитывать анатомию надо учитывать как человек будет сидеть обязательно составляются фото сессия целая я прошу от клиента фото сессию фас профиль седло чтобы он сфотографировал и так далее как он сидит где у него ноги туда-сюда ну вот всю информацию возможную я собираю прорабатываем мы это с мастерами и получается вот как-то такая модель эта работа большая здесь проведена эта категория седел самая дорогая вот будем ему отправлять он уже ждет заждался будет использовать на своем олен монстре ну раз попросил шкурку отправим ему шкурку обратно объемочку штатную так по поводу сидушек на avenger я наверно все сказал их у нас очень много сидушек много изготовлено на обмен то есть это седла изготовлены на обмен для клиентов они еще никем не куплены у вас есть возможность сейчас перед сезоном купить себе седло это вот у нас это вот средний по стоимости материал я уже даже иногда их путаю потому что они очень сильно похожи ну-ка вот посмотрим вот этот например материал за это тоже недорогой как же то какой из них это все седло по да это все седло у нас идут из материала среднего по стоимости а ну сейчас так и получается что было принято решение сделать побольше седел чуть чуть дешевле потому что как 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 оказывается как как практика показывает не обязательно делать сидушки все из топового материала раньше я делал только из топа но сейчас и цены подросли на материал в два в три раза где-то местами всяко по-разному цена колеблется ничего дешевого уже нету потому что все это импортное вот ну и материал который немножко дешевле он показался он он уже проверен у нас в ателье на говорю что на сидушках для катеров там и морская вода там и солнце постоянно светит вот именно этот материал про топовый материал я ничего не говорю там и так все выдержит вот а вот этот вот средненький он точно такими же свойствами обладает он прочный единственное что он дешевле за счет тонкости и он более тонкий материал то есть резать его не надо ветками и острыми колоть не надо вот если стан стандартной обивки усёдил это у вас сразу будет дырка сразу у вас порвется этот материал попрочнее поприятнее но все равно с ним надо обходиться более как говорится нежно вот таких сидушек много обращайтесь будем обменивать отправлять сидушки на доминар так сидушек на доминар тоже у нас полно какая-то сидушка мне на мотоцикл вот он стоит без седла сделали пошире и посильнее подушку разгрузочную она снимает вибрацию при езде на мотоцикле сама сидушка более такая мягкая немножко поплотнее я сделал в этом сезоне седла вот такое вот черное тоже есть седло это на обмен кто захочет это материал у нас идет попроще это материал у нас идет самый топовый вот видите внешне они практически идентичны но это вот чуть-чуть блеска имеет блеск имеет это выглядит как натуральная кожа ну и соответственно у нас вот здесь вот подушечка вот она мягкая приятная более объемная то есть штатная все преимущества штатного седла они остаются но добавляется мягкость я раньше делал седла то есть место пассажира на доминар более толстым более объемным это очень удобно это здорово кому надо можно сделать но зачастую не часто возят пассажиров мы я делаю чуть-чуть потолще чуть-чуть это вот такой вот вариант который практически не отличается от штатного седла чтобы и у доминара важно понимаете не только сделать трон казалось бы почему на доминаре не сделать вот такой вот трон со спинкой но именно потому что это некит у него есть свой характер свой стиль когда вы смотрите на доминар у него должно быть как говорится внешний вид должен быть вот вот эта седушечка и так уже идет у нас такая бутсик такой мягкая удобненькая она потому что сам знаю что на жесткой подвеске когда катаешься вибрации мелкие через твердую седушку все идет в спину в позвоночник это устаете вы вам кажется что все в порядке но на самом деле эти вибрации через позвоночник растрясают весь организм и вы устаете усталость накапливается а когда есть разгрузочная подушка позвоночник он не чувствует эту мелкую дрожь вибрацию ну то что на ручках и так далее это я уже говорил как убирается это надо хотя бы поиграться со звездочками чтобы снизить обороты вот к примеру так же у седушек если снизить вибрацию на седле вы значительную часть то есть у вас же весь вес тела приходится на седло и основная часть вибрации она вам не через руки поступает а через спину через то место на чем вы сидите дальше я давайте скажу парочку слов про седло на боксер вот у нас седушечки еще из прошлых партий это седло уже версии 2.0 очень удобно и очень мягкая она идеально подойдет людям до ну где-то вот 80 до 120 килограмм вообще идеально подойдет она в меру упругая мягкая это у нас идет средний по стоимости материал вы можете прислать свое седло и поменять его на готовая так это у нас точно такое же точно такое же и вот еще у нас из прошлой партии версии 1.0 почему 1.0 потому что эта седушка она она вот с вышивкой идет и это самый дорогой материал очень износостойкое седло оно подойдет идеально где-то 80 килограмм до 80 80 килограмм вот нет оно подойдет и на 90 и на 100 килограмм но я его рекомендую людям до 80 килограмм оно достаточно имеет как мне кажется вот эта седушка более упругая эта седушка чуть помягче то есть до 80 килограмм то есть до 80 килограмм мы его тестировали люди ездят очень нравится эта седушка все-таки более упругая вот но в любом случае какое бы вы седло не выбрали любая из этих седушек она будет мягкая приятная комфортная это вот вообще будет неубиваемая ну конечно за счет прострочки у него немножко дышащая структура появляется у седушек и многие скажут да как в дождь оставлять об этом я уже неоднократно говорил вы покупаете кастомное седло то есть это ручная работа это авторская вещь и все равно придется как-то немножко заботиться о седле я на мотоцикле езжу под дождь когда попадаю я не беспокоюсь у меня просто бывает тряпочка с микрофиброй просто когда он стоит у тебя под дождем чтобы сесть на него там в кожаных штанах или еще в чем-то я беру микрофибру протираю вот седло от доминара да вот и сажусь на ночь я разумеется не оставляю его под ливнем чтобы сюда не затекала вода все равно через нитки напитываться будет лучше закрыть пакетом подоткнуть просто пакетом большим и все к примеру ну или чехол у кого-то как-то так так же и эти седла под дождем оставлять не стоит просто тут важно понимать прострочка она дает возможность хорошо натянуть материал она дает прочность она дает внешний вид она дает не скольжение и если туда подкладывать пленку то надо делать сидушку полностью герметичную закрытую она не будет такая красивая если туда подкладывать пленку вот в таком состоянии там будет копиться вода под вода сырость плесень под обивкой а здесь сидушка дышит вы заметите что вот на мойку приезжаете помыли его хоть из керхера хоть с пеной хоть как помыли микрофиброй прошлись я беру тряпочку сухую вот так вот его прошелся в месте где сидишь немножко нажимал все и в принципе можно ехать оно у вас пока вот вы в течение там нескольких часов катаетесь оно подышит от того что вот оно нажимается вы когда надавливаете на седло оттуда выходит воздух заходит воздух и вот это дыхание сидушка она дышит она всегда в нормальном состоянии там никогда не скапливается плесень понимаете о чем я вам говорю то есть закрывать его пленкой как делают с завода нельзя нельзя вот эту прострочку можно это делать только то есть из завода то пленку кладут под боксеровские седла кто разбирал там пленочка идет она идет для того чтобы проще было обивку надеть все там в принципе обивка то она герметичная так давайте эти сидушки я уберу и покажу вам звезду программы гвоздя программы седло на боксер по заказам трудящихся это седла дорогие я вам показал ну одно дорогое два там средних по стоимости и вот сидушки я вам покажу на боксер вот такие то что решил я делать сейчас этим буду заниматься для трудящихся вы скажете а что здесь изменено да что здесь изменено в этих седлах здесь с виду они точно такие же и вы будете полностью правы это родная обивка но седло вскрыто здесь заменен часть заменена часть материала от твердой неудобной седушки и седло оно удобное оно мягкое то есть это эконом вариант вы катаясь на таком седле поймете что у вас гораздо более удобное седло чем заводское вот я руками его могу прожать видите оно мягкое но там имеется и заводское и часть заводского материала которое будет сохранять требуемую жесткость эти седушки самое-самое дешевое что можно приобрести но если вы как говорится не хотите тратить большую сумму денег на авторское седло с перешивом полностью обивки можете заказать вот такую штучку эти два седла это ничьи они под обмен под продажу пожалуйста обращайтесь вот такие вот седла на доминар и на авенжер седушки пока что будут вот такого вида с родной обивкой у авенжера не представляется возможным сделать у доминара ну в принципе тоже там очень маленький очень низкая высота работать что-то менять как на боксере пока там не представляется возможным боксер пожалуйста именно вот по просьбам у тех у кого недорогой мотоцикл покупать седло за большую сумму денег я понимаю что не все могут именно для вас сделаны вот такие вот сидушки мягкие вот видите как они проминаются вот они мягонькие как на бмв туристе пожалуйста это у нас первая версия седла с родной обивкой то есть посмотрим как они будут в эксплуатации у вас есть шанс приобрести вот первую версию потом постепенно будем дорабатывать возможно что-то понадобится дорабатывать пока наверное все я вам рассказал сидушки показал что еще обращайтесь если у кого есть вопросы в описании к видео обязательно есть ссылочка на мою страницу вконтакте пишите мне вконтакте я общаюсь с клиентами вконтакте потому что переписка сохраняется мы видно о чем я с вами беседовал я хотя бы знаю с кем я говорю и о чем мы с вами договаривались вот потому что когда люди просят через электронную почту там вайберы и так далее ватсапы всякие это во-первых телефон я не всем лично даю а во-вторых это все достаточно ненадежно переписка фотографии не все это сохраняется телефон сменился и там бывает что не сохраняется вконтакте все надежно я думаю что кому надо завести страничку вконтакте это дело двух минут ничего страшного в этом нету а еще вам и понравится кстати пишите звоните там ссылочка есть на группу вконтакте ремонт мотоциклов отелье Яна Пучкова заходите там есть фотографии отзывы клиентов по сидушкам и так далее все ваши вопросы пишите мне лучше в личку а на страничке там где-то можно ну вопросы про цены сколько это все стоит смысл задавать прилюдно на странице вконтакте никакого нету потому что цены они меняются каждый день материалы стоимость материалов меняется буквально каждый день все ничего стабильного как выяснилось нету так что то что стоило вчера одну цену завтра может стоить совершенно другую цену где-то мы делаем скидки где-то мы немножко меняем материал где-то мы распродаем старые модели подешевле и так далее то есть если вы спрашиваете о цене на странице вконтакте я вам скорее всего не отвечу я вам скажу пишите в личку пишите в личку там мы обсудим что вы хотите какое седло из какого материала как вы будете ездить как много будете ездить какая у вас комплекция и так далее думаю я на все вопросы ответил кому чего не понятно обращайтесь всем всего доброго до свидания и так далее ну Продолжение следует...